я маленько успокоился поехали привет в казахстане иван привет виноградову которая вспоминаю один из самых главных моих помощников благодаря ему я узнал что я пользуюсь уникальным уважением от мошенников шутка ли украсть все мои ценные большинство моих ценных фотографий так юрий железов привет брат когда-то ваша фамилия твоя фамилия юра будет рядом с моей вот так шелепа курган добрый вечер наталья москва добрый вечер надежды же приветствую ижевский 24 ижевский я проводил лекцию то есть я проводил семинар вот потом когда я уехал была плохая реклама не было много народу кинотеатры но реклама была все-таки плохая а потом пошли мы не знали мы не знали вы были уже ски какое горе какое горе получилось знаете как захожу с организатором это наболело захожу с организатором а там как он называется союз садоводов ижевская или ижевская или можно целого целая республики вот и здравствуйте здравствуйте ну я тот самый железо да вижу по глазам первый раз слышат мою фамилию я говорю вы знаете у у вас сейчас там проходит лекция а после нее получается наша очередь так а вы можете пригласить тех кто там на той лекции чтобы они остались и послушали еще меня пригодилось вот а там на эти природные земледели потом когда разобрался почему они их не падка преподаватель отказалась потому что преподаватель которая проводила занятия по природному земледели меня знала и знала о чем о том что послушал меня у нее ничего покупать не будут а не знаете как стоит огромный стол я заглядывал туда а там пузырьки баночки эти смеси тяпки и современные тяпки эти каких-то помните а я уже забыл вот все это а на хрена если в саду не надо даже лопаты не надо как бы то и короче она никому слова не сказала то есть у нее сидела куча народу чуть и не больше чем у меня на моем это в лекции но она раньше была а потом он закрывая потом железо вот проводя семинар и она умудрилась никому ни слова не сказать а потом мне объяснили почему а председатель этого самого союза ну так и как ну извините совершенно ну как случайное лицо но зато сказала мне что-то отказалась по таск объявить что оставайтесь на фигуре за потому что после этого не никогда ничего не купят вот в этом наша разница а звучит красиво природной земледелие так виноградов минус 2 казачинская плюс 3 игорь сафин здравия тверь добра и света смотритель здравия владимир неподеме но у нас кузнецовых трое на семинаре вижу кузнецовых трое а это о чем говорит интересно вот интересно о чем это говорить вот в японии одна одна фамилия считается родственниками так что вы владимир лисева кузнецов то получается у вас еще родни полно может быть или вы рады тому что это ну считайте что ваша родня расположилась по всей россии шоста процветания благородие минус 15 держимся господи вы знаете что случилось случился тихий ужас у нас плюсовая температура я в шоке плюсовая температура означает значит грипп гриппу все у всего города у всей у всей республики вот мы ненавидим мы не любим этого те это самый 0 минус 5 плюс 5 ненавидим нам нужно вот сейчас 20 30 до 40 не боимся но 20 30 это есть нормально средняя температура по сибири средняя хотя бывает и 40 и ниже но это средний вот при такой температуре мы живем и скучаем нам нужны и ледяные горки для детей нам нужно катки с эти дети стонут к котик коньки ждут вот ничего нет это то думает что вы так так здорово это так хреново что сейчас почки проснуться а потом мороз убьет и останусь я без урожая значит вы тоже так аханы слов минус 30 была ночью так теперь дмитрий кузнецов всем здравия кто-нибудь недавно звонил долматову насчет мастики если у него наличие мастика я честно говоря не знаю но вы спросили меня вы спросили у всех подряд за окном минус 6 перепады удивляет здравствуйте новичок вашей теплой компании ой надежда привет знаете как вас не хватало все за говорю без этих вот нас мало нас каждый человек это бриллиант пока еще не бриллиант алмаз вы еще обработать надо не будешь так или на гусеве мильянова добрый вечер плюс 2 в кемеля на это же это это же сибирь это рядом со мной плюс 2 кажется пробуждаются яблоки горько такая погода в месяц у нас все-таки стоило только опуститься до минус 20 я бегом резать черенки я знал что этим кончится почему-то потому что никому не верю и погоде не я перестраховался я нарезал а вот сейчас резать нельзя а потом когда будет придет возможность она когда сразу минус 20 и все я буду резать и высылать какой-то а я нарезал а вы успеваете черенки меня заказать как будто что такое выдвинулась на сантиметр пушистая сизоя как вы думаете что это пока не увижу пока не увижу фотографии не скажу как я был шоке когда через цветок пророс росток никто отдал во всей планете ни один человек уровня не узнал и не понял это сразу понял проснулась не почка проснулась клетка и вот этот ну это аномалия да понятно на море но это доказательство того что я прав что наука настолько отстала от это от этих самых даже беседе того не может могут там вы знаете есть десяток терминов я когда-то эти термины запишу хотите вот жалко что это появился очень прошу пришлите наш человек пришлите еще раз эти подряд по мере развития вот я в однажды заполнить не могу все бесполезно записал себе памятку я сам себе очковые вариации ментор споровая химеры гибридизация сельцевая гибридизация вегетативная мутации атовизм кстати атовизм вот он в вегетативной гибридизации атовизм главное слово мы еще будем расшифровывать мы еще будем и когда-то именно это будут проходить это надо каждое расшифровать путаница дикая один назовет это ментором второй назовет это мутации третий атовизм атовизм вот оно главное слово ребята вот давайте пойдем дальше салют неравнодушным спасибо от шокова так надежда сад то есть или только начинается не то ли это надежда которая мне написала они в ней неудобно сейчас взять открыть письмо вдруг не на из такая увлеченный всех надежда у нее до воды полтора-два метра и она мне очень и очень надеяться что я помогу я решил вот жалко мы даже половину яра не провели может быть еще один вебинар все же переди зима ничего страшного кто хотел посадил вот только на юге еще можно садить а у нас зима и вот кто не хотел не посадил а именно хранит там холодильник и тогда получается есть время я хочу для той надежды это может быть она а минутку сейчас мы до нее доберемся почему потому что есть тема для продолжения так о чем прежде пойдет и так гусево краснодарский край и миллион до краснодарский район недалеко от краснодарского по сибирским меркам всем привет из нижнего привет влад надежда вот она наша огород я огородник неделю живого эйфории на сложили для себя ура согласно своими методами сад печальный все гибнет буду новой короче это надежда теперь будет что-то она есть вот я выслал пять фильмов мне ко мне обратился медик из москвы и такие случаи особо и я видя в нем хорошего человека на который я смогу заработать у него кажется было двадцать две сотки вот но у него близко готова вода или или вода или у него глинистая почвы я должен был ему дать ответ я взял пять фильмов эти фильмов и слов надежде потому что не оказались те же проблемы и а у него просто после этого прибавилось и вот эти вопросы где близко готова я говорю с грушам сержевым корнем это я коротко быстро быстро конспективно делать нечего абрикосом со сержевым корнем делать нечего остается волочные вишни пойдут значит сливы пойдут но лучше бы сливы и яблони пойдут и сливы хорошо по не были корневыми отводками тогда уж точно прекрасно плевать чем близко готова плюс подняли землю ну хотя бы на полметра с помощью привозной или где-то со стороны понатаскали так сделали холмы еще добавили полметра и главное вы скажете а я хочу абрикос а я хочу груш а я скажу а вы посадите яблони желательно эти корневые отводки а вы посадите сливы желательно корневые отводки у них тоже могут быть сержневой корни усеянцев вот вы посадите вишни у них тоже полно корневых отводков а потом на вишни черешни на сливы абрикосы на яблони груши и вы тут брать количеством надо вот тот видя больше не отозвался тот медик который я еще думал ну вот я ему всю правду рассказывать я ему так и написал и вы видели это и и откомментировал здесь же на вебинаре как письмо процитировал и говорил вот вы выехали в отпуск сказали вернусь разберемся больше пусков вас не будет возможно эта шутка привела его в депрессию наоборот именно сад по технологии железа она особая там фактически ничего делать не надо ведь ваулин же добился страшного успеха ничего не делаем в абрикосовом саду из моих сердцев так то есть я не болту и получается так что уже со второго года вообще действительно делать нечего косить надо покос это такая замечательная вещь когда траву скосишь она ложится пластами и нарастает освобождается место для следующей травы для следующего поколения травы она опять скосил и опять и получаются запасы органики взятой из почвы увеличивается с каждым годом не зря за 30 лет без без этого подкормка 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 весна подкормка летом подкормка осенью подкормка а у меня никаких подкормок а урожай вы видели нет может быть пора бы и подкормить может быть но на крайний случай вообще них им делать саду а где глинистая почва а где близко готова вода да навалили высота нормальной земли поверх глинистой почвы потом деревья переработать ее а потом надежда вы мне пишите подберите мне на 10 тысяч я сразу вас заложал это наш человек хорошо прислать и действующим на 15 а теперь мне надо знать а вы собираетесь выписывать у меня сварок как подвой сибирь и как подвой китайки как подвой манджурские абрикосы как подвой что второе следующее когда вы на следующий год приведете мейтинге у вас был не просто сад на 10 тысяч это выше шутки что это минимум да еще до подарки это минимум 500 и его может быть 700 этих самых а еще и взойдут вы понимаете что у вас получается сразу на рынок по 500 рублей продавать и даже не привиты вот ваша перспектива вдруг это ваше будущее и сад и питомник и все что угодно пока вот так сливы заказали сибирьки заказали китайские сливы так косточки значит вишни заказали чтобы иметь челюшевый сад дальше значит эти самые яблони сибирьки заказали а потом приведете как я сказал челюши на вишни абрикосы на сливы но это не значит вас пойдет вы станете селекционером потому что вам нужно те которые правду заплатят выживут не дожидаясь положения снова переносить у вас параллельно будет уже свой сад подрастать я же понял такая же как я показать но это хорошем смысле яблони от яблони у нас мысли сходятся я серьезно говорю я не боюсь там этих самых вот таких вот когда будут показывать другие мы сами такие сюда вот это диагноз так идем дальше елена гусева милен я заново закладываю по сердце обрезки видны невооруженным глазом да это правда о я наиздевалась со своими инвалидами сейчас смотрю что я покупала причем радовалась удачи радости и к сожалению неудачи у вас впереди пишет владимир но абрикосы железовские точно плодоносят вы же в башкире живете рядом вы бы это сказали этому харилову сколько грязи ведь отбивать у людей охоту обращаться к железам откуда же абрикосы будут гусево мы как дети наивные были поделим николай привет всем у нас на северном орале у нас 18 поздравляю надежда я не боюсь неудач здесь обещаю что это должен получиться причем его методы закрадываюсь подозрениями что что-то идет у меня не так так гусево и милиана я отборолась с муравьями и видела бесполезность этого хорошо что мне это некогда то лень было ведь самое интересное что с муравьями бороться бесполезно они как тарканы в это самое грязной квартире от них не сбавится вы только тратить силы на всякие эти а если правда бы справились с муравьями тогда бы точно бы сада не было выше три года назад и белый ствол яблони на круг спас синие глины а про глину поговорим с бинтом яблони не погибла живет плодосит муском пригодится опыт я про синюю глину знаю что здесь мне пришлось помогать чеку которая получил страшную травму кармане не гроша я сейчас да будем давать человеку который работает простым работал там ну ремонтиком то ли часы ремонтировал то ли велосипеды что-то ремонтировать и у него эти самые упаковки уже готовая цена 500 500 я буду это было солидно откуда глина синие откуда сотрудник 100 километров вверх по енисею то есть по ну не 150 вверх по реке сизая там есть месторождение помогает помогает у меня берут ну что делать человек мазался мазался долго мазался потом говорит у меня как денег не было так и нет еще раз я еще купил чеку но в общем-то сложилось мнение что синяя глина помогает людям тогда по я же всегда сравниваю людей с деревьями для меня это одно и то же главное живое вот для меня когда дерево обрезает я говорю вы себе пальцы отрежьте я же не говорю руку до локтя ну хотя бы пальцы понравилось нет тогда не подходите деревьев секатор если мозгов хватает себе пальцы не отрезать можете там хватит мозгов и вот получается что это отдельная тема синяя глина с бинтом наверное какие-то особенности есть я не знаю чека из какой глины бог сделал это пол шутя полусерьезно вот 7 так что спасибо что вы написали может кому пригодится мой опыт всем добра спасибо николай санс